Район для меня не нов, потому что я неоднократно здесь и очень часто бывала, когда занималась вопросами образования, поэтому все, что связано с системой образования, очень хорошо знакомо. Ну и вот те вопросы, которые нужно было решать в течение лет работы уже в законодательном собрании края, так или иначе Лобинский район все равно участвовал, скажем так. Поэтому общее впечатление и мнение о Лобинском районе хорошее. Район всегда и в других министерствах на хорошем счету по добротности, скажем так, своей работы. Ну а проблемы, к сожалению, они у нас общие для всех практически муниципалитетов. Так как социальная сфера, требующая постоянных затрат и расходов, естественно, то нам постоянно нужны деньги. Ну и, естественно, софинансирование из муниципальных средств, потому что все программы построены именно таким образом. Лобинский район активно участвует в своей доле софинансировании в краевых программах, поэтому им удается решать большую часть социальных вопросов совместно с краевыми властями. Сегодня вопросы, которые прозвучали на сессии от депутатов городского совета, они как бы актуальны, они понятны нам, депутатам законодательного собрания края, потому что сегодня над ними работает и решает не только район, край, но и вся страна. Строительство школ, строительство дошкольных образовательных учреждений, здравоохранение с многочисленными проблемами, хотя и много решено, но тем не менее еще остается достаточно много еще проблем, над которыми работают как федеральные власти, краевые и городские власти. В социальном обслуживании у нас тоже есть и проблемы, и задачи. Расходы на социальное обслуживание, на социальную сферу тоже требуются больше. Но, к счастью, вот и краевые власти, нам и районные власти на условиях софинансирования, они эти средства выделяют, поэтому здесь у нас как бы эта тема закрыта. И большой блок, вот связанный с вопросами развития культуры, мы тоже очень надеемся, что вопросы прозвучали о ремонте учреждений культуры, находящихся в сельской местности. Это тоже очень актуально. Две программы будут работать в этом году, два проекта. И с удовольствием, скажем так, при условии выполнения всех обязательств со стороны муниципалитета, объекты могут быть включены в краевую программу. Цель – доложить ситуацию с тем, как работал наш парламент кубанский, законодательное собрание в 2016 году, и объективно оценить социально-экономическое положение на Кубани и в муниципалитетах. Конечно же, проблемы есть, есть позитив, о котором я говорил в своем докладе. Это агропромышленный комплекс, это развитие инфраструктуры, это развитие портов, есть подвижки в промышленности. Но тоже время есть моменты, это индекс падает в строительстве, производство строительных материалов, а это влечет целая цепочка, нанизывается. Если строительство замедляет свой ход, то сопутствующие отрасли также замедляются. Поэтому темп роста валово-регионального продукта мы определили 1,7% на 2017 год. Но мы считаем, что если бы ряд отраслей, в том числе и строительства, у нас бы пошли быстрее в рост, то индекс бы мог увеличиться и валово-региональный продукт. Поэтому на фоне тех позитивных перемен, которые в стране происходят, все равно Кубань как-то выглядит более привлекательно.